Шикарная сегодня погода в Мариуполе, вот такое спокойное море, набережная городского пляжа. Я приехал с молодоженами прогуляться. Молодожены. Хорошо, молодые родители. Как дела? Молороссы. Как настроение? Недавно вот добыли новую русскую, он не поймёт о чём я говорю, вот новая русская. А, добыли? Да. Достали. Сложно было. В родоме выдали и сказали. Теперь ещё на одну русскую спортсменку больше. Сейчас спортсмена надо. Не знаю, как надо спортсмена, пока точно лет пять нет. Ну да, лет пять точно нет ещё. Мне как минимум три года нельзя. Вы справляетесь? Конечно. С молодой русской. Ваня на ночь заступает на вахту. Ага. Мать спит. Справляемся, конечно. Что ты сделал для ребёнка? Отдал детдом. Если вдруг что, вариант всегда есть. И всегда и приветствуется. Не, Ванёк молодец, я понял. Я так понял, он рано утром просыпается, кормит малышку. Нет, я уже просыпалась. Три утра, где-то. Ну, это рано утром, правильно. У неё рано утром в двенадцать. Нет, ну я в это время просыпаюсь и всё. Мы в это время просыпаемся. Мы все. Сони. Сони. Тебя не считают. Как за человека шниль, короче, понятно. Потом это где-то до ночи и потом Аня. Ясно. Вот так. Хорошо. Понаблюдаем, как надолго вас хватит. Ну ты мне что-то сдадим. Да, да. Нет, я Соне всегда говорю, что я её на центральном рынке цыганем продам. Она сразу тогда раз, глаза такие по пять копеек, молчит. Смотрит. Нет, Ваня её уже воспитывает. Если она там конючится, он там просто говорит, а ну успокойся. И она всё. Слушается его. Что-то там и хай. Да, где-то. А что-то смотри, видишь, задымление какое-то. Это что-то они уже производят здесь. Туман. Мне кажется. Не, не туман. А что ты думаешь это? Не знаю. Может Бойченко вернулся, костёр палит. А. Ха-ха-ха. Как вам погода сегодня, ребятки? Погода вообще офигенная. Я думала ещё выходить сегодня. Выходить сегодня гулять или не выходить. Скоро весна. Скоро весна. Скоро весна. Скоро ночи весна. Скоро ночи весна. Мы уже хотим подождать, чтобы было тепло. Как на детей пусики, трусики одел и пошёл. Пошёл. Вот такой небольшой срочи. Не знаю, видно или нет, но вода в море зелёного цвета. Не, не, она не зелёного. Она наоборот сейчас, знаешь, как бы ото льда уже есть чуть-чуть такого голубого, голубой оттенок. Ты же помнишь, как она мутняк была? Ну, море чистое, конечно. Сейчас подойдём ближе к берегу, покажу. Отсюда хорошо видно, какая чистая вода в Азовском море. Видно дно. Чайки, утки плавают, летают. Идём с ребятами вдоль набережной городского пляжа. И здесь, видим, появились урны. Раньше здесь урн не было. Этот участок набережной сейчас в процессе реконструкции. Раньше здесь были камыши. После дождей постоянно были затопы. Здесь часто собирались рыбаки. Ловили рыбу. Набережная была разбитая. Скоро она преобразится. Раньше здесь была Санта-Барбара. Сейчас бухта место встречи. В течение 2024 года должны полностью реконструировать городской пляж. Уже ведутся масштабные строительные работы. Наконец-то здесь будет приятно прогуляться. После реконструкции. В воде с металлоискателем. Ищет золото. Ищет золото. Ищет золото. Ищет золото. Очень красиво здесь, конечно. Сколько свай. Сверху положат доски. И вдоль берега будет дорожка, по которой можно будет прогуляться. Здесь, скорее всего, сделают спуск к воде. И в обе стороны будут расходиться дорожки вдоль берега. Здесь были трубы, по которым с города стекала вода дождевая. Скорее всего будут монтировать новые трубы. По моему трейка. нет да ну короче там типа в америке походу знаменит вот у него были свои четкие зубы белых у него хватило мозгов он вырвал все все зубы и поставил титановые за 750 тысяч и они просто такие ужасные такое ощущение что у тебя боксерская капа в зубах завал завал какие не была красивая белая улыбка и тут просто титановая пастюка калитку себе замыли люди стебутся когда много денег они не знают куда их потратить им скучно только знаешь сейчас перебью смотрел майкл джексон когда он еще не грилой был до нормальный чувак да 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 и нос у него нормальный улыбка нормально потом сделал себе буратину потом вообще кожу пересадил в итоге вообще умер потом видишь мы же не знаем что у него в голове было то да ну да я бы такого никогда не сделал большинство людей они вот так идут денег много а счастья нет счастья ни за какие деньги как бы не купишь согласен поэтому это наши чиновники там все откуда они гребут деньги напиганием надо есть машина у жены есть машина есть дом все путешествуйте и делайте добро для людей живете в этом мире выше эти деньги никуда не утяните собой просто обычная бумажка да вы судьбы людям ломаете у людей достатка нет люди сами злые ходят и все в этом роде да зачем вот им эти деньги которые мыши у них потом жрут то сё пятое десятое вот чтоб ты и делал скажи мне вот если бы у тебя было там 500 миллионов долларов вот нахрена они тебе надо вот чтоб ты с ними сделал то помогать людям надо тебе я не знаю даже сколько ну ну хватит отложил там детям своим это я считаю что можно помогать детям но они должны все равно развивать с вами бизнес свой допустим давания помочь и все потому что особенно если это пацан будет вырастет какой-нибудь амеба наркоманом потом станет и будешь в виде за него проблемы уже знаешь как я отсюда когда мне кажется что у меня чего-то не хватает либо денег либо финансов я захожу всегда посмотреть видео в сирию в африку где дети рады соку воде от босиком и все я сразу понимаю том что мне бог дал столько всего возможности мы не рады каким-то кроссовкам которых у нас десять пар а люди были рады просто я не знаю шлепкам на согласен и все и знаешь ценности меняются от когда были боевые действия насколько мы вот с машей там радовались когда мы там добыли под боями этими ну дрова разными или тепло до были понят а сейчас все превратилось в руину типа рутину в руки надо есть тепло есть все и жить скучно становится интернет а когда вот были боевые действия у тебя каждый день как последний в суете там побежал эти дьяволы из миномета тебя обстреляли сазов маша воды набрал а сейчас шо встал с кровати открыл воды лег полежал скучно короче ну прикольно было ценилось тогда все лучше тогда и хлеб был вкуснее вспоминаешь эти момент когда ты приходишь на метро становишься в очередь и как тайга мимо всех ну понял там было так кто первый добежал тот и купит себе все логать чтобы есть было и вот так вот тут открываются ворота и ты можешь себе представить там три-четыре тысячи человек начинают бежать тупо это ну знаешь с одной стороны забавно с другой стороны это это жесть запоминается до надолго побежал там набрал еды хлеб такой вкусный маша тогда сразу пол буханки суда быстро с рыбой до единая россия нас обеспечивала едой хлебом не ну первый раз я психанул туда пошел короче когда только еще тополь на тополинке боевые были пони я выхожу а наши пацаны кричать и поток там с нами работает куда ты идешь но пацаны с днр я начинаю быстрее бежать и тут наш танк начинает рядом работать я вашу так тут присел ты можешь себе кстати там танк стоит он стрелять начинает а сколько метров у тебя было танк метров я не знаю 10-15 они 10-15 близко ну вот где мужик стоит но метров 50 до до 100 метров не не 40-50 лет как жах нож присел я думаю ни хрена себе поворот они с меня орут прикинь каретты куда еще собрался ему так ты чё заблудился что ли а меня там выкумарили все дома маша бабушка мама я короче пошел добывать еду зато я тогда принес три килограмма риса речки хлеба мамани сигарет что-то там еще я уже не помню целый короче чемодан а сама что было забавно прикинь мы получали гуманитарку когда уже когда было все более или менее и вот я получал на два или на три человека из метра на квартала сам несешь это все без остановки чтобы быстрее ну вот это было спорт да да мои родители тоже выживали мой отец сходил на речку на родник и эти защитнички обстреливали родник прикинь потому что знали что там только мирняк верняк постоянная была тема прозова лучше каждый раз как приезжал что в парке петровского что возле кладбища ну там кто местный тот понимает о чем я говорю мы постоянно обстреливали и прям метров 30-40 просто осколки не разлетались потому что там глина был грязь если бы был асфальт то там вы посекло достаточно людей конечно и вот они все время пока не вылетит наш самолет их кошмарнуть они там обстреливают дай боже как он нравился самолета да мы знали что спокойно потому что они говорили что мы нас надо убивать с особой жестокостью мирных людей за то что мы коктейлями молотова не кидали в российские танки встречали их и все в этом роде так большинство людей встречала российские там не потому что как минимум они и кормили и пока еще российская техника не заехала в мариуполь эти у ты рожные x-мены шоке канал не забанили да 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 с бомбили с рсзо частный сектор с минометов станков поэтому их люди ненавидели они подъезжали вот так вот тут под дом отстреливали с бмп из танка рада было да я уезжали людям говорите говорили чекайте зараз до вас прилететь до побачья и поехали и у конечно люди ждали потому что русский солдат когда пришел он отдавал последнее что у него было потому что он понимал что люди здесь пережили большинство говорят вот там типа бомбили авиацией типа ну типа россия воевала жестко если бы россия воевала жестко мариуполь был бы бахмутом да здесь бы фабами стерли бы и сюда бы пехота даже бы не заходила только бы подчищала и не было потерь практически вообще ну а так как россия переживает за мирных граждан украинцы мы все мы славяне в принципе это адекватно поэтому воевали гуманно да майна спасти людей плюс само указание было вы с ком и на таком чтобы они вышли с мариуполя так как город был уже окружен ну что вонишь присягу народу давали они отказались взяли нас в мирный щит и до последнего жалко шейх просто обменяли да вот это конечно удивляет шарик никто не казни у многих казнили конечно на месте многих основных понимаешь основные это вот эти все демоны которые сидели в погребах и и отдавали приказы понимаешь солдат вам пешка он выполняет только то что ему скажу и все знаешь все время хочу собираюсь записать видео именно как я пережил войну там много интересного как бы может как-нибудь с тобой соберемся вот так вот сделаем понял поставим стулья ты поставишь камеру там ты задаешь вопрос я отвечаю так интересно и маши загрузим и мне и тебе загрузим я youtube тебе могут его сделать до свидания там где появляются я там где снимают меня обычно на youtube тогда не буду выкладывать выложу только на за народу бишь как говорится демократия хотелось бы чтобы увидела максимально больше людей от машину историю посмотрела миллион сто человек youtube обалдеть забанили удалили все не хотят смотреть правду хотят делать когда надо для европейских наших это точно итак друзья это была небольшая прогулка по городскому пляжу по нашему красивому пирсу как видите набережная в процессе реконструкции мариуполь возрождается всем мира и добра пока